итак друзья всем привет сегодня я наконец-таки получил свой долгожданный ноутбук эта посылочка шла ко мне на самом деле не такой что долгожданный всего лишь я ждал три дня а мог бы на самом деле и два потому что вчера меня просто не было дома и курьер оставил карточку чтобы я мог забрать этот ноутбук с почты соответственно сегодня с утра и съездил забрал ну в общем не суть главное что он теперь здесь и мы теперь можем сделать то что мы хотим это конкретно открыть его посмотреть что как он выглядит какие характеристики имеет и все по порядку я вам расскажу ну чтож приступим есть mouse бесплатный mouse так слову должен сказать что был очень разочарован тем что новой зеландии очень большие налоги и цена на данную модель ноутбука она очень отличается в принципе от мировых цен я проверял на ebay и на амазоне на ebay и вообще могу сказать что его опять-таки не представлялось возможности найти но я делал по-другому в одном азоне кстати тоже то есть 72 модели она в принципе вообще почему-то данный момент является какой-то редкостью и он естественным я бы сказал поэтому я заходил непосредственно на сайт производителя выбирал страну и он не задавал ссылки на те магазины интернет-магазины которых можно купить в том числе я делал то же самое и для россии но российских сайтов он мне давал кучу где представлена их не а техника но опять-таки ни один из них не представляет именно эту модель вот австралия австралия вообще без проблем чуть ли не каждый интернет-магазин у него есть эта модель и она что было очень обидно стоит на 300 долларов дешевле чем новой зеландии это было прям очень обидно и я даже не постеснялся написать письмо продавцу который находится новой зеландии с вопросом почему-то такая разница огромная но потом выяснилось что сожалению новой зеландии ставит свой налог и соответственно включает от вести цена даже если вы купите в итоге австралии ландию каким-то образом даже получится потому что на австралийский сайт я не нашел один чтобы они отправляли но я думаю что есть как долго мучиться то можно найти поставщика который сможет но от этого как бы не легче не станет потому что на таможне у вас попросят и в итоге цена ну в лучшем случае вы сэкономите долларов может 50 ну то есть она того в принципе не стоит но тем не менее я написал письмо и все равно им продавцу который здесь находится на узнании большое спасибо он мне как видите предложил бесплатно вот такой вот mousepad но все же лучше чем ничего и тем более он не просто я бы сказал достаточно огромный так я люблю манипулировать мышки на кровати а иногда на просто не берет не работает так же что было приятно они из них предоставили бесплатную доставку так она стоит 17 баксов не особо дорого но тем не менее тоже спасибо бесплатно доставку ладно продолжим дальше так да и и и и и и и Перерыв. Хорошо. Продолжим. Итак, что хочу отметить. Упаковка достаточно хлиппинкая. Всего лишь вот такая вот пупырка. Я ожидал, конечно, что будет как-то более упаковано понадежнее. Но с другой стороны, что мы имеем? Мы имеем хорошую коробку, в которой я больше чем уверен, естественно, находится пенопласт. То есть сам ноутбук должен быть защищен. Поэтому, ну, ну да ладно. Поехали дальше. Вот он, собственно, и наш красавец. Пока что еще коробочки. Но что мы здесь можем видеть? Здесь, собственно, вся информация, которую нам необходимо знать. Из особенностей я хочу отметить это память. Здесь она у нас стоит DDR4, что означает скорость у меня значительно выше. То есть смотрим, да, вот обычные показатели DDR3 у нас 1600 гигагерц. А DDR4 у нас целых 2130 гигагерц. Что означает у нас Cooler Boost? Да, это очень классная штука. Она, по-моему, содержится во всех моделях MSI. И это очень большой штука для этого производителя. За счет Cooler Boost поддерживается температура не выше 10 градусов Цельсия, вне зависимости от того, какие нагрузки вы даете. То есть это действительно очень здорово. То есть не переживая за то, что у тебя перегреется ноутбук, ты можешь давать любые нагрузки. В первую очередь эта модель считается игровой. То есть это как бы геймерский ноутбук. Но я бы его таковым все равно не назвал, потому что у них в линейке MSI есть именно геймерские модели, которые прям конкретно для этого предназначены. Но эту модель они тоже приписали почему-то геймерским. Потому что они больше специализируются на этом, да. Но я бы больше его отметил как для работы. И, конечно, если будет необходимо поиграть какую-то игру, он без проблем это потянет. То есть у него достаточно мощности, запаса, чтобы справиться с любыми задачами. Так, что еще отметить относительно внешнего вида боков? Мне нравится. Я скажу коротко, мне нравится. Все, как, собственно, я как бы это уже не первый раз вижу. Я видел эту короткую просто фотографию. Да, по поводу Matrix Display, это подразумевается, что вы можете подключить сразу два монитора и делать на них абсолютно разные операции. То есть, подключив к этому ноутбуку два монитора, вы можете сидеть в игре, например, в двух разных аккаунтах. Иногда это действительно нужно. Для тех, например, кто любит онлайн игры и у него есть несколько аккаунтов, он может свободно подключить два полноценных монитора. И будет одновременно запущено две игры на разных мониторах. Это достаточно удобно, но больше это нужно, конечно, для работы. То есть, одновременно находиться в двух разных местах. Собственно, поехали дальше. Ну, собственно, как я и говорил, да, достаточно надежно. Здесь не пенопласт, а даже более какой-то, не знаю, как это материал, полистер или... Что мы здесь видим? Здесь, по всей видимости, здесь есть подзарядка. А, конкретно, да, по поводу, кстати, батареи. Батарея здесь, вроде как, должна быть на 9 ячеек, что обеспечивает достаточно длительный срок службы без подзарядки. Так, давайте открывать, доставать посредством наш ноутбук. Здесь руководство, и, я так понимаю, что гарантийные какие-то штуки, трюки. Но это мы посмотрим потом. Здесь, вот, необходимые дрова можно найти на официальном сайте. Я их уже находил. Просто обновиться. Вуаля! Вот, мы и распаковали наш MSI-SX72. У меня пока нет эмоций, чтобы что-то сказать конкретное. По ощущениям, очень, очень качественно. По-моему, это металл. Ладно, давайте продвижимся по входам. То есть, внешний вид это одно, что у нас здесь имеется. И, соответственно, есть CD-ROM. Здесь USB 2.0. Card reader. Так понимаю, местного подпитания. С этой стороны у нас стоит кулер. Такой, Color Boost. Это определенный... Я думаю, что это какой-то пластик, но он настолько хорошо и качественно сделан, что выглядит и по тактильным ощущениям, как металл. Ну да ладно. С этой стороны, что мы видим? Здесь сетевой вход, USB 3.0. HDMI вход, micro HDMI, USB 3.0. Опять-таки, собственно, микрофон и наушники. Всё достаточно просто. Не знаю, можно. Это вот кнопочка Cooler Boost. Это какая-то регулировка. Так, теперь клавиатура, да? Вход очень плавный, очень приятный на ощупь. Но клавиатура, честно говоря, немножко я ожидал другого. То есть, места, как вы видите, очень много на ноутбуке, да? То есть, куда-где разместить. Клавиатуру достаточно сделали маленькую. Она, конечно, полноценная. То есть, есть выдаленные для цифр. Но мне пока сложно судить. Возможно, это очень удобно. Так, в целом, я ничего плохого пока не могу сказать. Но мне, вот чисто визуально, да, и как бы на первый взгляд, мне показалось, что её можно было бы сделать и побольше. Ну, на вопрос, зачем? Это просто потому, что здесь достаточно места. И немножечко непропорционально, мне кажется, выдалить клавиатуру относительно самого ноутбука. Ну, ладно, это чисто моё мнение. Возможно, кто-то решит иначе. Что, давайте попробуем его запустить. Давайте засечём вместе, сколько секунд занимает включение. То есть, как мы видим, мы сейчас выключим и поехали. 15 секунд. Возможно, даже меньше. Я читал про себя, но мы потом посмотрим. Это будет видно на видео. 15 секунд. Это просто, на мой взгляд, очень здорово. Я вполне, конечно, уверен, что другие современные кнопки включаются даже, возможно, быстрее. Но я доволен. Так, ну что ж, и давайте сразу же зайдём в нашу систему. Посмотрим, что-то там всё будет. Здесь должен быть SSD-диск на 128 мегабайт. Я понимаю, что можно. Да, и здесь ты виды операционной системы. Так, давайте посмотрим систему. У нас здесь установлена десятка домашней версии процессора Intel Aqua i7 с частотой процессора 2,6, но без проблем, которые можно будет разогнать при необходимости. По-моему, до 3,5 мегабайт. Установлена память на данный момент 8 гигабайт с возможностью, да, хочу заметить, что здесь в этой машине есть 4 слота для расширения оперативной памяти до 32 гигабайт, соответственно, со скоростью 2123 мегабайт, что я очень рад. Но на данный момент, я думаю, что 8 гигабайт мне будет достаточно. В конце концов, будет проблем на байт. Так, мы, собственно, вернёмся к нашему блоку питания, посмотрим, что он из себя представляет. Представляет он из себя следующее, то есть сам непосредственно блок и розетка. Но вход в розетку, вот здесь специальный новоизландский, соответственно, для каждой стороны сухой. Всё очень достаточно. Понятные стандарты. Что у нас, да, относительно к кулер-бусту, я хотел, да, проверить, что-то, посмотрю. Я нажал, собственно, мы слышим, как заработал мощный вентилятор. То есть, по сути, это принудительное охлаждение, я так понимаю, да, что если мы его отключим, то он будет автоматически регулировать, когда ему нужно. Но если вы нагружаете прям очень сильно свою машину, вы можете принудительно нажать максимум, да, и тем самым вы можете быть спокойны, что он 100% будет поддерживать температуру не выше 10 градусов Цельсия. Вот, это как-то здорово. Главное, что он работает. Вот эта кнопка, да, давайте, ладно, проверим, что она значна. Просто быстрый доступ к системным настройкам этого кабелью. Ну, что, здорово. В котором нажатии он не включается, то есть только быстрый. Ну что, друзья, на этом, собственно, я и хочу завершить свой инбоксинг. Само модель ноутбука, вы видите, она перед вами. Все характеристики, которые я не озвучил, в силу того, что я не могу себя назвать каким-то специалистом в этой области. В любом случае, вы можете это найти в описании к этому ноутбуку, это не проблема. То есть, моя задача была это показать, как он выглядит, что он себя представляет, как, собственно, выглядит тачпад. Да, то есть, на ощупь он очень приятный, то есть, очень отзывчивый, в легоком получении. То, что я хотел, я получил. Ладно, я буду разбираться. Если что-то еще я обнаружу интересное, связанное с этим ноутбуком, я обязательно сделаю дополнение к этому обзору. А вы, соответственно, можете смело писать свои вопросы, которые у вас могут возникнуть на этой модели. И я постараюсь на всех них ответить без проблем. То есть, собственно, буду первопроходцем в пользовании этой машинами. Пишите, спрашивайте, оставляйте свои комментарии. Ну и, собственно, до новых встреч. Пишите письма. Пишите, спрашивайте. Пишите, спрашивайте. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...